Настоящая экзотика. Ирландская черная комедия на азербайджанском языке. Говорят в бакинском тюзе трилогия Макдонаха настоящий гид. В Пермь на фестиваль пьес знаменитого ирландца они привезли спектакль «Сиротливый запад». Его поставил два года назад британский режиссер Ян Вильень Ван де Бош. Артисты с Кавказа признаются, британец учил их сдерживать национальный темперамент. Он хотел более сдержанный, более все глубоко, все внутри. Иногда все взрывается, а все остается. Нет, нет. И больше на конфликтах он устроил, внутренних конфликтах. Я где-то читал, что Фрейд сказал, что психоанализ не для ирландцев. В пьесу перевели с английского на азербайджанский без единого сокращения. Макдонах в Баку идет два года и всегда с аншлагами. Он привлекает зрителей тем, что это настоящее чувство и эмоции. Нет излишней театральности действия происходит здесь и сейчас, говорят актеры. Это же человеческая история. Несмотря в каком языке говорить, в какой религии, человек везде человек. Чувства всегда у всех одинаковые. Мы постарались строиться под материал. В смысле, несмотря что мы такие эмоциональные, но если материал требует это, мы делаем это. Еще один спектакль сыграли в Перми артисты из Австрии. Сегодня свой моноспектакль «В поисках человека подушки» сыграет британский актер и режиссер Леон Кейн. В конкурсных и в неконкурсных показах Пермского театрального фестиваля 12 спектаклей из семи стран. Драматург из провинциальной Ирландии сегодня особенно востребован европейским и российским театром, даже больше, чем в самой Ирландии. Возможно, дело именно в провинциализме, считает театральный критик Павел Руднев. На сцене жизнь без столичной примеси, с обнаженными чувствами и нервами. Макдонаха – это, конечно, провинциальное явление в большей степени. У героев Макдонаха такое островное сознание. Неслучайно в одной из пьес есть такая фраза «все, что есть перед тобой». То есть круг, который ограничен, в котором есть определенные границы, за которые ты не можешь выйти. Вместе с тем есть ограниченность, есть изоляция, а есть, наоборот, мессианство. 14 октября фестиваль Макдонаха завершается. Вечером после окончания мхатовского спектакля «Человек-подушка» будут объявлены победители и призеры первого в мире фестиваля Мартина Макдонаха.